А сейчас у нас есть возможность посмотреть, как проходит голосование в российской столице. В Москве работает наш собственный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Дарья, доброе утро. Вам слово. Юля, здравствуйте. Я сейчас нахожусь на участке для голосования номер 740. Это деловой и культурный центр посольства Беларуси в Москве. Как видите, здесь все готово к приходу избирателей. Кабинки для голосования, урны для бюллетеня. Для тех, кто еще не определился с выбором, есть специальные стенды, где есть вся необходимая информация о кандидатах к депутаты. Пока здесь немноголюдно, но, как показывает практика, часам к 11-12 здесь уже будет намного активнее. По количеству избирателей участок в Москве самый крупный в России. Это неудивительно, ведь здесь находится самая большая белорусская диаспора, а также работают и учатся многие наши соотечественники. Кстати, некоторые из них, кто сегодня, в воскресенье, не смог прийти проголосовать, уехал в отпуск или командировку, сделали свой выбор досрочно. Среди них и наш знаменитый ансамбль «Сябры». Музыканты давали большой концерт в Лужниках и решили объединить творчество с гражданским долгом. Вообще мне хочется, чтобы наша страна была счастливой, чистой, ясной, солнечной, такой, какой она сейчас и есть. И каждый раз, возвращаясь домой, выдыхаешь и понимаешь, что ты дома. Так же, как и здесь, на территории посольства в Москве. Ты чувствуешь, что ты дома, и наши люди, они самые радушные, пешчетные, щирые. Голосование в Москве ничем не отличается от голосования в Минске. При себе надо иметь белорусский паспорт или любой документ, удостоверяющий, что вы являетесь гражданином Республики Беларусь. Военный билет, водительские права, пенсионное удостоверение, выданные в Беларуси. К выборам мы подготовили основной список избирателей, в который были включены граждане Республики Беларусь, которые подтвердили свое пребывание на территории Российской Федерации в момент проведения выборов. В этот список вошли также сотрудники посольства и сотрудники интеграционных органов, которые работают здесь, в Москве. В период проведения выборов есть еще список дополнительный, в который включаются граждане, которые пришли на наш избирательный участок. И они не были включены в основной список. В такой список мы включаем их дополнительно. Они предоставляют документы и на основании этих документов получают бюллетени. Участок для голосования будет работать до 8 вечера. Потом в присутствии наблюдателей и членов участковой избирательной комиссии урны будут открыты. И начнется подсчет голосов. Затем все данные будут отправлены в Минск, в Министерство иностранных дел Беларуси. Юля. Спасибо, Дарья. На прямой связи со студией с избирательного участка Москвы была наш собственный корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.